Музыка Лучшие, кто есть, не всех вижу. Кому сегодня выпала честь получить паспорт и стать полноправным гражданином Республики Беларусь. Я надеюсь, как и все здесь, что вы действительно запомните этот день в свое время. Я тоже получал этот документ и прекрасно это помню, но мы получали это в советское время. Вы сейчас получаете в нашей родной стране. Надеюсь, что этот день сподвигнет вас к цели, которые вы сегодня определите. У каждого из вас она сегодня есть. И я хотел бы, чтобы вы этих целей добивались. Чтобы вам все было по плечу. Чтобы вам сопутствовала везде удача. Я хотел бы, чтобы вы с такой же энергией могли продолжать дело и развивать нашу страну. Чтобы вы никогда не забывали прошлое. Потому что без прошлого нет будущего. И это вот значимо и символично, что сегодня вы именно паспорта получаете в этом прекрасном музее. Здесь память наших предков, которые старались нам дать дорогу к жизни. Я надеюсь, что после сегодняшнего дня вы с большой гордостью будете носить звание и имя, что я белорус. В любой стране находясь, вы будете гордиться и прославлять свою страну. И я просто верю в это. У вас все получится. С торжественным вас мероприятием, уважаемые друзья. Дорогие ребята, уважаемые присутствующие друзья, уважаемые ветераны. Я хочу сказать, действительно, сегодня традиционно, в честь и перед днем Конституции, мы вручаем этот важный документ к вашей жизни. Это главный документ. Все вы рождаетесь и приходите в мир уже гражданином Республики Беларусь. Но только с 14 лет вам вручают этот документ. Который будет действительно с вами всю свою жизнь. Сегодня здесь присутствуют, наверное, лучшие из лучших, активисты, которые хорошо учатся, в общественной жизни принимают активное участие. И приятно, что молодежь наша, вот именно в этом зале, сегодня мы вручаем, что будет преемственность наших поколений. Чтобы строить жизнь вам, будущее, вы должны помнить о прошлом. В этом году 75 лет победы. Нужно помнить о том, какой ценой эта победа доставалась. И вы будете, ну, вы сейчас еще есть возможность видеть живых свидетелей этой страшной войны. С ними можно общаться вживую и разговаривать. Пройдут годы, мы будем только помнить об этом. А вы должны сохранить эту память. Вы должны помнить о том, как сражались наши деды, отцы, какая была победа. И должны прекрасно помнить, что все лучшее создается в мире. Но все можно потерять в войне. Храните мир. Храните нашу Родину. Почитайте старших. И любите друзей.